Парковки в неположенных местах проблема, которая сегодня актуальна. Правила сильно изменились за последние годы. Водители либо просто не замечают изменений, либо игнорируют их. ГИБДД приходится придумывать новые пути регулировки порядка на дорогах, поскольку все эти меры необходимы для защиты как пешеходов, так и самих владельцев транспортных средств. О ситуации с парковками в Махачкале материал наших корреспондентов. Автомобилисты в Махачкале паркуются по-разному. Например, вот так по встречной у центральной мечети или вот так на проспекте Гамзатова на месте остановки общественного транспорта. Некоторых водителей не смущает даже знак, где черным по белому запрещена парковка. Не удивляют уже и те, кто оставляет машину прямо на тротуаре. Вот мне в возрасте человеку необходимо обходить, тем более зимой, когда лед, когда я должен обходить и могу, выходя за пределы тротуара на проезжую часть. Может и всякое быть. Эвакуаторы забирают нарушителей на штрафстоянку в день. В Махачкале туда отправляется около 30 автомобилей. Все эти нарушения правил дорожного движения зафиксированы на центральных улицах, где эвакуаторы постоянно патрулируют. На окраинах парковочного беспредела в разы больше. Четырех спецмашин для миллионного города с не самыми дисциплинированными водителями недостаточно, констатируют сотрудники ДПС. Техническая оснащенность батальона на сегодняшний день не так высока, как хотелось бы, но теми силами, которые есть эвакуаторами, которые грузоподъемность не позволяет поднимать нам большегрузные машины, это и «Газели», это и грузовые автомашины, это и «Джипы». Но на сегодняшний день работает только по автомашинам, вес которых составляет не более 3,5 тонн. По словам уже водителей, в городе, где появляются дома и магазины без парковочных зон, они вынуждены нарушать. Власти, соответственно, должны какие-то шаги делать навстречу предпринимателям и ставить им определенные условия. Автохамство и архитектурное несовершенство города – эти особенности махачкалинского паркинга – приносят неудобства как пешеходам, так и дисциплинированным водителям. Отчасти проблему должны решить новые эвакуаторы с грузоподъемностью до 8 тонн, которые появятся в Махачкале уже в этом году. Хадижат Мазгарова, Гаджи Гаджиев. Время новостей.